рыбакит папа рисует привет ребята лето супер димой мы рисуем пеннивайза и обязательно подписывайтесь на его канал потому что он там не рисует и вы не увидите рисунков каких-то страшных или еще чего-то а увидите только то что дима занимается музыкой чем-то еще музыка и не в плане то что игра на это игра на пеннини а делаю музыку на своем телефоне ну хорошо давай рисовать пеннивайз было просто нарисуем смотреть как я рисую обычно я рисую так вот здесь примерно глаза так нарисовать глазам так рису глаза очень просто да теперь нарисуй виски виски нарисовал теперь надо скулы нарисовать как бы скулы он нарисуется вот такие но мы как бы просто теперь такую улыбочку и надо вот сюда прийти вот в такой вот подбородочек и вот так 1 и 2 такой длинный подбородочек будет но ничего теперь носик нарисуем носику где-то здесь посерединке нарисуем так 1 2 3 просто 1 2 3 это носик у него такой был красивый картошечкой здесь нахмуренный ротик не ротик носик да такой теперь вот самое интересное это вот эти вот бровки серьезные бровки он их выщипал явно так старался красиво выглядеть бровки нарисовали теперь ротик ротик рисуем так пирать и улыбочку и улыбочку и сюда и сюда но получается такой вот какой-то клоун похож на кстати очень огромный даже его шевелюра может не влезет здесь посмотри на мое это больше похоже даже не на комнат хотя нормально похоже поход нормально получается такой серьезный парень я первую часть не видел я где-то видел старые даму старого но она не страшно есть новые она новая смысле старыми вот именно так тут старый давно которые в 90-х или восьмидесятых шоу и мне она в детстве очень пугал я даже не досмотрел кажется я не я тебе рассказывал что мне не очень нравится фильмы ужасов и я стараюсь их не смотреть не она вообще мне как бы тоже нравится но вот она исключение как-то она мне чем-то зацепит можно как-то может с кем как-то я я короче если у меня есть выбор что смотреть я не буду смотреть эти файлы сейчас посмотрим мультики лучше еще чем-то позанимаюсь что угодно но не буду смотреть фильмы ужасов и что-то страшно я буду что-то доброе смотреть даже есть игры которые мне нравится например там про чужого про хищника да и мне хочется поиграть я даже купил поиграл немножко но потом не стал играть дальше почему ну как-то это все так пока не дошел силы не хватает страшно вдруг чужой выскочит и тебя начнет вкусать может быть и я это немножко ну мы написали что мы рисуем летние рисунки рисуем да это был тогда на самом деле но летом ваня рисует это когда придет ваня мы рисуем что-то другое да вот что-то летнее мы с а с димой мы всегда рисуем каких-то героев комиксных на рисунке зеленого гоблина уже рисовали сам маркир вакет зеленый гоблин да кстати я хотел рассказать ребят если вы прям хотите что-то увидите вы думаете мы не рисовали мы почти всегда что-то рисовали уже все вы всегда наберете рыбакит и что вы хотели услугу видеть сразу вам youtube это покажет сразу понимаете не надо мучиться стараться там просить сразу увидите что мэтр а вот тут вот например красный так что старайтесь находите действительно ok google и рыбаки рыбакиты что вы хотите науки рыбакит собака там или рыбакит там знаю там остров сокровищ там пират еще что-то там особенно многие просят мы с димой говорили что и мы будем рисовать то что захотят зрители я сказал что зрители захотят хомячков и котиков да и это будет вечно из-за этого мы нарисовали много хомячков и котиков посмотрите но он такой прикольный у тебя получился и я хотел сказать что мы срисовываем с рисунка дмитрия сермана который делает свой канал на ютубе ну не подписывай посмотрите потому что он такой прикольный там такие прикольные рисунки у него все такие страшные и мне он нравится я не часто его смотрю но он так старается и много нарисовал но у него жизнь тоже интересно наблюдать за другими ребятами которые снимаются художеством да 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 но ты и вообще как бы они снимают ролики я смотрю всегда ставлю лайки там когда я пытаюсь их так подбодрить что мне нравится это дело но просто смотрите нарисуйте железного человека уже рисовали может еще нарисуем но не сигнал нарис а таноса тоже рисовали это два раза рисовать я же 1 10 салтана со всеми разами да и он такой он кстати он нравится очень многим тем что он такой серьезный такой правильный парень да такой ну и он перчаткам хоть он короче он нравится многие вот мне ребята взорвут там например красный череп нравится да почему потому что нравится он ему ты все крутой потому что вот прям наш чужой многим нравится на и шнур хотя он там страшный вроде от тебя какой большой из таких легендарных монстров которые довольно страшно вот именно хищник или чужой а из этих двух да но я тебе скажу что хищник он но он мне нравится но я не смотрел первую часть я смотрел вторую сначала саму саму вот а потом уже посмотрел вторую первую и конечно понял что первая но круче она сам но знаешь что мне повезло что мне я ее не смотрел мне ее рассказали раньше не было в виде видеомагнитофонов не у всех были и мне только могли ребята рассказать что там было и я в своих мечтах нарисовал это и для меня это было супер кино можете рисовать пожалуйста помедленнее дети с вами не успевают дети ну как дети дети не рисуют такое ну ставьте на паузу ребят если мы правда не успеваем или перематывайте обратно да ну перематывать назад и на кстати это живая нарежет и выпустит отдельная ролика выкладываю ролик так что не уходите далеко это если зависает обязательно участвуйте с нами я бы сказал что мне знаешь мне и к самое главное я чужого не видел тоже понимаешь я только слышали о чужом как бы там все понятно почему все понятно ты посмотри там есть я потом посмотрел я понял что он прикольный из-за этого мне не нравится чужие которые там уже другой фильм другой режиссер так далее мне нравится именно чужой я бы так сказал что оба мне нравится я бы сказал что они разные совершенно это то наверное чужой хищник мне нравится не оба на они разные я бы не сказал что знаешь я такую игрушку возьму атаку не возьму я не фанат но мне нравится оба мне нравится другие тоже больше хищник потому что чужой как-то у меня вызывает отвращение то есть типа насекомые а это вот это вот червяки но кстати хищник он охотник он охотиться не ну тогда тебе надо плюшевых зверьков а чужую такой чужой так чужой не при монстр так монстры что самое классно чтобы он был страшный неприятный правильно если он приятный то это уже не монстр да но хищник тоже не не из красавчиков они кстати похожи они снимались в одно время примерно из-за этого у них подходы по ходу фильма есть чужой против хищника и чужой против хищника как там на рэйш рэквили и что ну вода фильма было да я так не понял я эти двух фильмов вот эти два они все ну вообще не годнее в какие в рамки я их не смотрел но мне не очень но зато они связаны туда их связали потому что мне больше понравилась первая часть хищник против чужого 2 уже такая ну я согласен если посмотреть по постановке то первая часть была самая такая ну хотя бы они старались хоть что-то делать остальные про чем хотя эти ну в каждой в каждом фильме и чужой против хищника разные актеры из людей но как бы вот история одна и та же то есть нашли чужих там хищник против не бились и короче одного хищника заразим чужой этого хищника подобрали других хищники на свой корабль и когда они летели из этого из этого хищника вылез но это стандартная фишка жоль и появился первый смешанный до 1 этот как его хищник чужой или как они такой ну короче я не думаю что это лучший вариант ну конечно чужой похож на собаку хищник похож на какого-то гориллообразного такого афроамериканцы взять вот например хищника то видно что у него есть мозги то есть у него есть а у чужого тоже есть мозги просто они нет 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 смотри это не в некоторых моментах а некоторых фильмах а вот как у него цель убивать он не занимается а чужой а хищник может рассуждать он как человек как вышел на охоту походится а чужой он как зомби да да он похож на но он еще быстрый зомби к примеру он быстрый наверное так нарисуйте акинфеева может кто-то любители футбола придут потому что я не очень много футболе из-за этого я не могу владика позвать можете нарисовать меня дядя салипали ну ладно ну короче не я согласен что за теперь вопрос давайте дальше чуть-чуть посидим я уже так нарисовал прям серьезный парень у меня получился а у меня перед у меня подбородок подбородок просто ракурс так получается классно ну вот мы рисуем прям ребят мы стараемся вы тоже старайтесь присылать его нам наши вам нам нам работы так два новых сообщения нам прислали смотреть нам прислали ой блин они нам просто лайки поставили ответили на прямой эфир просто поставим лайки ну спасибо что нам лайки поставили а это твоя мама поставила и она потому что в инстаграм сидит на облаке ну-ка спасибо большое что еще напишем расскажем да там познать вопросы что не скучно 7 на 10 давайте вопрос давай так обмака подкишим что мы рисовали таких учеников самый хороший у меня рисунок это не стоит я горжусь я не рисую ты думал он кстати человек но человек получился хорошо же знаешь почему у меня нормально получился потому что голова круглая ты начинаю всегда делай кружок а потом голову там нарисуешь карандашом дорисуешь день передает передаете привет да ну прикольно прикольно давайте смотрите 5 людям это то что мы сегодня ребят рисовали если вы пропустили приходите записи будет нарежем всего то нарисовали три рисунка сегодня что мало обычно мы рисуем за сессию 10 рисунков а то может и больше человеку паука это был прям сложности потому что мы кверх ногами рисовали кверх ногами человека трудно рисовать дима шульничал перевернул нарисовал а потом перевернул и все но надо еще такое то нарисовать такой кликер кликер там ну передать пример привет плате знаешь вать надо передадим привет отлично получилось но это был такой челлендж сложная а потом его придумал хороший вопрос в каком городе ты живешь с нами хотят порисовать в каком городе мы живем мы живем в краснодарском крае ребята рисовать с нами можно по интернету например установите себе skype попытайтесь что-то нарисовать смартфон или какой-то планшет чтобы начать запись я это на канале есть как устроить студию я нарисовал ролик написал как сделать студию чтобы снимать еще один но может я сделаю еще один ролик как снимать как снимать как поставить камеру как снимать чтобы вы тоже могли это делать это очень нетрудно сделать вам понадобится только какой-нибудь и вот такой вот это ну и штатив это такая сэлфи палка достаточно чтобы снять так ее установить на телефон снять все это дело и записать в youtube все отлично будет у вас записано в отлично пойдете а если вы это начнете делать у меня покажите в принципе вы можете созвониться по skype нарисовать два рисунка и соединить уже есть на приоритете такие при при прецедент и примеру примем рисовали с несколькими парнями например данила мастер из украины был парень он мне звонил до несколько что мы с ним рисовали 10 рисунков вот так что лари можешь связаться с да но сначала ты должен это сделать